От разнообразия, ребят! Всем доброго утра! Почему утро? Потому что у меня сейчас 9 утра, и это единственное время, когда я могу снимать видео, потому что, ребята, скоро сессия, и сейчас любое время, которое я только найду свободным, это будет отличное время для съемки видео. И сори, если видео будет выходить не так часто, как вы этого хотите, но я думаю, вы меня поймете, и я вас очень люблю за это. А сейчас, ребята, мы с вами поговорим о такой насущной теме, о теме, которая интересует абсолютно каждого школьника, потому что каждый либо через это пройдет, либо через это уже прошел, ну, либо он пойдет просто в техникум, и через это не пройдет. Это ЕГЭ. И отвечу я сегодня на несколько вопросов, а именно, когда лучше всего начинать готовиться к ЕГЭ? Обязательно ли готовиться с репетиторами? Возможно ли вообще поступить на бюджет? Есть ли ответы на ЕГЭ 2016 год? Как готовиться лучше всего? И нужно ли всем сдавать математику профильной, даже если вам не нужно поступать в ВУЗ, где нужна математика? Этот вопрос такой подзвездочкой, потому что он как бы не относится ко всем этим пяти, потому что это более такие организационные вопросы, а это уже именно по сдаче предмета. Но все равно это очень распространенный вопрос, который мне постоянно попадает, поэтому отвечу на него очень быстро и кратко. А теперь поехали. Обязательно ли готовиться с репетиторами и заниматься с ними, чтобы успешно сдать ЕГЭ? Ребята, что я хочу вам во-первых сказать. Количество репетиторов, которые вы имеете, не равно успеху, который вы получите на экзамене. Если у вас есть такой друг или друзья, которые говорят, вот, я хожу к репетиторам, у меня их там, не знаю, шесть штук, и вы такой думаете, блин, у меня нет репетитора, походу мне нужен репетитор. Вот с такими намерениями не нужно как бы идти к репетитору и думать то, что все, он все сделает за вас. Первое, что у вас должно быть в уме и в голове при сдаче ЕГЭ, это ваше желание. И какой бы у вас репетитор классный, не классный не был, сколько бы часов вы не уделяли для подготовки именно с ним, ничего не будет, если у вас не будет собственного желания хорошо сдать ЕГЭ. Расскажу на моем примере. Я не занималась все 11 лет ни разу, ни с каким репетитором, ни по математике, ни по русскому, ни по истории, ни по языкам. Кроме 11 класса, когда я полгода прозанималась с учителем по истории, то есть дополнительно с моим же преподавателем по историю, я занималась после уроков. В моем случае это было необходимо, ребят. У меня настолько не было системы, настолько не было структуры, поэтому я прям не знала, с чего начать. То есть я прям могла начать решать вариант ЕГЭ и понимаю, аааа, как, так, что, с чего начинать вообще. Там есть дыра, там есть дыра, там есть дыра. Все это нужно сделать в систему, нужна помощь. Так вот, если вы именно с такими намерениями идете к репетитору, то безусловно, да, вам нужно сделать систему, структуру. Если вы понимаете, что вы сами не сможете справиться, вперед. А если же это просто какое-то влияние извне ваших друзей, общества, навязывание вам в интернете какой-нибудь рекламы или чего-то еще, ну, я бы не сказала, что вам нужно на это вестись. И плавно мы так перенеслись в следующий вопрос, когда же лучше всего начинать учиться. Я понимаю, что это очень сейчас глупо с моей стороны говорить девятиклассникам и десятиклассникам. Ребята, начинайте сейчас. Потому что мне тоже так говорили. Одиннадцатиклассники, преподаватели, родители, все говорили, начинай потихоньку с девятого класса. Что ты думаешь в девятом классе? У меня еще два года, я только что сдал ГИА. Ну, или как это сейчас ОГЭ называется, я не знаю. Что ты думаешь в десятом классе? Это единственный год, когда я могу отдохнуть в школе. Начну с одиннадцатого. Что ты думаешь в одиннадцатом классе? Капец, что делать? Потому что у тебя осталось фактически девять месяцев. И когда ты понимаешь, что у тебя впереди ну минимум три экзамена точно, я хочу сказать реальную вещь. Начинайте хотя бы с августа перед одиннадцатым классом. И начните с самых азов, с самого начала. Не выхватывайте вот так вот тему, типа, это выучил, это выучил. Систематизация, это самое главное. И тогда именно одиннадцатый класс вы потратите на то, чтобы все это просто углублять, углублять, углублять. Система у вас в голове в принципе уже будет, структура, и вы будете представлять, как вообще выглядит ЕГЭ, что мне нужно именно доучить и так далее. Следующий вопрос. Как именно нужно готовиться? Я не буду сейчас вам говорить, какое количество просто материала и информации можно взять. Вот так просто бери, не хочу. Просто сейчас даже для любопытства введите в поисковике групп ВКонтакте, типа, общество знания ЕГЭ, история ЕГЭ или что-то такое. Вам столько групп выдаст. Просто неимоверное количество. Каждый день там выставляется ряд заданий, которые вы вместе можете решать. Я точно так же готовилась год назад, но, естественно, это была не единственная подготовка сидеть на пабликах и решать там задания. Нет. Этого материала очень много. Но, ребята, что я хочу вам сказать. Мой вам совет. Просто нарешивайте. Нарешивайте миллиард раз. Столько, сколько у вас есть возможностей. Нарешивайте. Лучше тратьте деньги на такие сборники, как 50 пробных вариантов и их прорешивайте, нежели курс истории в 100 страницах. Ну, в общем, нарешу ЕГЭ, ребята. Я прорешала абсолютно все варианты по истории, по немецкому, по обществознанию, по русскому. И купила сборники, и покупала их до тех пор, пока просто не кончилась их, наверное, в издательстве. То есть, помимо того, что вы будете, естественно, учить материал, вы будете очень часто его нарешивать. И в самом начале, естественно, у вас будут незамечательные баллы, и это будет вам не доставлять удовольствие. Вы будете прорешивать и получать, там, не знаю, половину или чуть больше половины. Но именно на этом моменте вам нужно извлечь самую главную информацию. Нужно запомнить, именно в каких блоках лучше выписать у вас ошибки. Потому что ЕГЭ – это такая вещь, это тест. И рано или поздно его можно прокачать, так сказать. То есть, вы поймете то, что весь тест построен из многих-многих блоков. И на самом деле, хорошо изучив один блок, вы именно это задание всегда будете решать очень хорошо, просто выучив материал по этой теме. Я начинала с того, что у меня из 33, вроде бы 33 у нас было максимум тестовым, именно первичные баллы по русскому языку. У меня было спокойно 24, 26, вот такое вот, знаете, то есть, это вообще не алё. И последний месяц я уже решала почти каждый раз на 32-33, на 33-33, но на ЕГЭ я полностью всю тестовую часть решила правильно. Потому что это действительно очень важно. Мало того, что получать информацию и учить её, но ещё и нарешивать сами варианты очень-очень часто, до автоматизма. Следующий вопрос – возможно ли поступить на бюджет? Я учусь на гуманитарной специальности, это международные отношения. У нас здесь проходной балл 290 баллов. 290, ребята. Что? Что я вам, ребята, советую? Даже если вы ещё не знаете, в какой вуз вы хотите поступить, следите за всеми олимпиадами, где имеется просто ваше хотя бы какое-то направление, ваша специальность, ваш факультет. Участвуйте в этих олимпиадах, потому что потом, поступая в университет, вы будете думать, блин, там была такая изичная олимпиада, я мог в ней поучаствовать, выиграть и поступить на бюджет. Получить очень высокие баллы, это почти под сотку каждый предмет, мне кажется, тяжелее, нежели поучаствовать однажды в одной олимпиаде, и она вам в итоге даст бюджет. И плавно мы переходим тогда к профильной математике. Вы знаете то, что с прошлого года есть деление на базовую профильную математику, и многие учителя в школе вас пугают, скорее всего, не знаю, как именно вас, но некоторые из моих подписчиков точно пугают. Мол, тебе надо сдавать по-любому профильный, даже если ты будешь поступать в вуз, где не требуется профильная математика. Ребят, если вам действительно говорят такое учителя, просто можно их не слушать, потому что это зависит полностью от ученика. Есть такой закон, что вы можете выбрать либо базу, либо профиль, либо базу и профиль сдавать одновременно. Если вы поступаете на тот факультет, где не нужна математика вообще, просто получить аттестат. Сдавайте математику базу. А если же вам нужно для факультета вашего профильную математику, то, внимание, сдавайте и базу, и профильную. Ребят, пожалуйста, не повторяйте ошибки многих ребят, которые просто закончили школу с бумажкой, со справкой, понимаете, не получив даже аттестат. Из-за того момента, что они просто были уверены в себе, что я сдам на профиль, я классный. Как бы ты не был в себе уверен, вдруг ты не сдашь, у тебя не будет даже базы, и тем самым ты не получишь аттестат. Даже если вы пробный профильный, решайте всегда на 100 из 100, сдайте базу. Вам это будет просто изично, но будет у вас аттестат уже в кармане, уже хорошо. Ну и последний вопрос, ребята. Будут ли ответы на 2016 год ЕГЭ? Нет! Нет ответов! Ребят, не будет ответов. Пожалуйста, ребят, не ведитесь на такую фигню, когда к вам добавляются там, не знаю, друзья, зная то, что у вас такой-то год выпуска, и вам скоро сдавать ЕГЭ. Предлагать типа, за 5000 рублей дам ответы на все экзамены, вам всего-то будет там скинуться одноклассниками, и вот у вас отличные баллы на ЕГЭ. Сейчас настолько все это засекречено, конечно, это такое слово, какое-то, знаете, серьезное более, но действительно. Министерство образования сейчас подходит к этому вопросу очень серьезно. Если вы не замечаете, с каждым годом все усложняется и становится строже. Именно организационные моменты ЕГЭ, в принципе, даже задания на ЕГЭ, все становится строже. Если еще года 4 назад, насчет трех не могу быть уверена, насчет 4 года назад можно было списать, и спокойно списывали, поступали на бюджет те даже, которые как бы вообще не шарили. Окей, было такое время, сейчас такого нет. С каждым годом все это усложняется, все становится строже, и не надейтесь, пожалуйста, на это. Во-первых, у вас будет постоянный страх, то, что вы их пронесете с собой, и вдруг вы с ними запалитесь. А это были вообще неправильные ответы, и вы будете думать, че, как я вообще так мог? Даже если вы выучите эти ответы, потом, когда вы будете видеть задание, и будете думать, блин, в ответах так-то должно быть 2, но я думаю, что 3. Вот это самое отстойное, когда вы будете выбирать между своими знаниями и какими-то псевдоответами, которые, ребята, будут неверные. Я все 4 экзамена, которые сдавала, я проходила полностью пустая, потому что мне было страшно даже что-то пронести, даже если бы это была, не знаю, какая-то просто бумажка, фантик, чек. Я надеюсь, что я вам была полезна. Очень длинное видео, наверное, получилось, а может быть нет, не знаю, еще не монтировала. Это видео я планирую выложить, наверное, даже в четверг, если я это смогу сделать, если у меня справится моя рука монтировать в одном положении часов, так, 10. Задавайте мне ваши вопросы, если они еще остались в группе ВКонтакте, заглядывайте в описании, подписывайтесь на каналчик, ставьте пальчики вверх. Вы супер пиар в конце, знаете, на 20 секунд, типа, добавляйте меня везде, ставьте лайки. Ну, ну че, жизнь такая, где блогера. Розетка, привет. Ты не должна была появиться в моем видео, понимаешь? И, ребята, тем, кому сдавать через месяц. Знаете, я с вами, я держу за вас кулачки. Все это проходимо, не парьтесь, все будет хорошо, все сдают и вы сдадите, все круто. Видео остановилось почему-то на моем ноутбуке, ну, в принципе, я уже закончила. Могу вам закезать. Наклейки от Ютьюба. Отлично. Очень важный информат. Я вас люблю, пока.